Семья, всем привет! Сочи, Краснодарский край. Устал, реально устал. Устал, знаете, из-за чего? Подустал. Мужчина не должен жаловаться, немножко подустал. Много работы, да, много работы. И я с утра до вечера, как белка в колесе, как бы у меня к большому счастью, наверное, это все-таки счастье. Я востребованный риэлтор, да, востребованный специалист по продаже недвижимости, по крайней мере, ну я так считаю. Вот, и у меня много показывают и так далее. К сожалению, не все они, как бы, назовем это ликвидные, да, не все они, как бы, полноценные, потому что не во всех показах люди поняли, что они хотят, что они действительно хотят купить. Но если ко мне приезжает человек, который точно понимает, что он хочет купить себе земельный участок, либо квартиру, либо дом, либо коммерческое помещение, он садится ко мне в машину и говорит, я с тобой, братан, до последнего, мы будем с тобой, пока я не куплю. Все, неделя, две, два дня, полдня, не имеет значения. Ровно столько, сколько нужно. Эти люди приезжают с четкой целью приобрести объект с моей помощью. И они не уезжают. Не было еще ни одного недовольного человека, чтобы мы не подобрали объект, не купили объект, купили неликвидный объект. Ни одного человека, который был бы недоволен. И это заслуга, я считаю. Вот это как бы заслуга. И этим я немножечко по-человечески, без вот этих, так сказать, можно сказать, грешных моментов, я этим горжусь. Вот, ребят. Сегодня тоже приезжали люди, смотрели мы участки. Люди хотели для себя. Я, знаете, не сторонник. Вот люди приезжают и говорят, мы хотим для себя построить дом. Я не вижу смысла, я им сказал честно. Любой район Сочи выбираете, любой. Больше 10 участков я вам пришлю. Любой район. Можете даже улицу мне называть. Я вам пришлю участки, которые есть на этой улице в продаже. Но я вам покажу. Вы дожите? Они говорят, да. Я говорю, поедемте в Каштаны. Я покажу вам сейчас 5 соток за 6 миллионов рублей, где я бы лично построил себе дом в 100%. Покажу вам 17 соток за 13 миллионов рублей. То есть я показал им за миллион 200 сотку. Я показал им за 765 тысяч сотку. Я показал им еще один участок. Там 6,4 сотки за 6 миллионов рублей. То есть меньше миллиона за сотку. Ну там уже такой специфический участок. Я бы лично себе там не построил. Говорю как есть. Я бы не построил. Но я продам этот участок тому, кому он подойдет. Да, в оконцовке. А так, пожалуйста, говорю, можете поесть, выбрать, найти участок. Если хотите, с риелторами найдите, приезжайте ко мне, я потом продам вам этот участок. Ну, на 99% я его продам. А так, хотите жить, живите в Сочи. Поэтому вот такая история. Значит, именно здесь я говорю. Конечно, они понимают примерно локацию. Так, ребят, еще. Ладно, это бог с ним, да. Значит, еще момент. Значит, если кто-то хочет сейчас инвестировать. У кого-то есть 9, 9 миллионов рублей, ребят. Былая квартира, есть квартира. Она стоила 12 миллионов, 11. Сейчас она стоит 9 миллионов рублей. Ребят, это 96 квадратных метров. 96 квадратных метров за 9 миллионов рублей. Это 93 тысячи, ребята, за квадрат. Это доля в доме. В хорошем клубном доме. Напишите мне в личку. Номер телефона вы видите в левом нижнем углу экрана. Напишите мне, я скину вам презентацию, я скину вам видео, я скину вам фотографии. Это отличный вариант. Если вы хотите, это, ребята, это отличная, там, трехкомнатная, там, двухкомнатная. В зависимости от того, как вы хотите распланировать квартиры, свободной планировки. В доме, где есть газ, понимаете. То есть, где центральное водоснабжение. Ну, я не вижу никаких там проблем абсолютно. То есть, вот просто покупайте отличную квартиру себе. Такой цены сейчас нигде нет в Сочи, вы знаете. Не бойтесь, что это доля в доме. Не бойтесь. Мы уже продавали там. Нотариус один ведет весь этот дом. Ну, то есть, как бы не переживайте. Все оформится четенько под моим руководством и так далее. Вы спокойно. Для жизни отличное место. Около речки, около нацпарка. Красивое место, красивый дом, ребята. Просто, ну, великолепный вариант. Для, если вам некуда инвестировать, и вы не хотите за 9 миллионов покупать маленький-маленький апартамент или там однокомнатную маленькую квартирку, тогда купите ее. Прямо сейчас она готова отдать. То есть, еще вчера она продала за 12. Сегодня она продает это. У нее горит какая-то ситуация. Не знаю. Своя личная. За 9 миллионов, ребята. Миллиард процентов, да, я говорю. Вот приедьте просто и возьмите этот вариант себе. В личку обращайтесь ко мне с запросом. Я вам пришлю презентацию полноценную. Посмотрите, насколько там летом как бы красиво. Все. А так мы сегодня поездили. Еще. Если кто-то вдруг из местных. Меня много местных смотрит периодически, так сказать. Если кто-то продает квартиру нормальную. Нам нужна парковая, улица Рост. Нам нужна пешая доступность, так сказать, ко всем, ну, таким, знаете, центральным моментам. Типа морпор там. Ну, где-то вот так. Вот в районе желательно улицы Рост. Плюс-минус, да, там Конституции тогда. Значит, у нас бюджет 25-30 миллионов. Человек будет в городе завтра. Послезавтра мы будем смотреть. Любые варианты рассматриваем. Хотим с ремонтом. Любые пятиэтажки, новостройки, без разницы. Все смотрим. Вдруг кто-то из местных смотрит. Предлагайте, ребята, варианты. Я подготовил часть необходимых вариантов. В Рост-дель-Мар сегодня был. Но об этом отдельное видео выпущу. Сейчас посмотрите. В Рост-дель-Мар я снимал пару квартир. Там есть еще несколько квартир. Бюджет там миллионов 20. Ну, вот, допустим, одна там есть за 30. Я сегодня звонил за наличку, он за 27 отдает. Я не смог их поснимать, потому что он не открывает. Только с клиентами, если. Но, тем не менее, имейте в виду. Там начинает... Там самое дешевое 26 миллионов стоит в Рост-дель-Мар. Сороковка. Самая дорогая 34 стоит. Он мне понравился в Рост-дель-Мар. Но там же можно еще и за 30 купить, за 27 можно купить. Ну, то есть, в Рост-дель-Мар кое-что есть. А Рост-дель-Мар это что? Это хорошая новостройка, 14-этажное здание. Статусом квартира построенная, так сказать, зданная в 16-м году. И перспективы при спине нет. Там рядом стоит апартаментный комплекс архитектора на соседнем, прямо через дом. И где миллион квадрат за черновой. Ну, вы понимаете, да? И Рост-дель-Мар можно взять в два раза дешевле с ремонтом. Но имейте в виду тоже, кто хочет жить прямо в центре и пешую доступность иметь. И к ЖД вокзалу 10 минут, к морю 10 минут, там на расслабоне, к Дендрарию 15 минут. Тут, пожалуйста, как бы есть в Рост-дель-Мар несколько хороших квартир. Ну, я выпущу ролик об этом. Ребяточки, все. Посмотрите, как мы сегодня бродили по участкам. Люди, правда, не захотели, чтобы я их снимал. Ну, много приезжает, я говорю, силовиков, там из администрации, откуда угодно. Они хотят, чтобы снимали их, поэтому приезжайте те, кто не против поснимать вместе. Мне нравятся ролики вместе снимать, поэтому приезжайте, поснимаем какие-нибудь прикольные. Сразу скажу, ребята, вы себя берегите. Берегите. Вот не приходите домой в 11-10, как я. Не сидите до 2-х часов ночи, не монтируйте эти видео. И вообще, ну вот, если кто-то может научить, как это правильно делать, тогда это все успевать. Мне и хочется сделать свою работу, и я не могу с другой стороны это все размеренно делать. И мне хочется побольше, как бы, поснимать, побольше показать. Ну, я не знаю, как это делать. У меня все время одна и та же ситуация. В 2 часа ночи я ложусь, в 8 я встаю, и все в круговорот, и даже не успеваю с детьми побыть, и ничем заняться вообще. Как бы это все порешать, я не представляю даже. Ну, знаете, я себе так сказал, настанет лето, я буду работать меньше. Хотя все работают летом больше, все снимают, бегают, хорошая погода. А я нет, я буду с детьми ездить на речку, в бассейн, там, открытый, на Джапаридзе, там, в вертолетчик-таверну покажу вам. Ну, короче, буду уделять время детям и больше себе, да. А пока не достало лето, а пока холода, поработаем. Давайте, ребята, заранее вас обнял, и, в принципе, берегите себя, будьте счастливы. Так, ну, в общем, едем с клиентами смотреть участок, у нас, получается, показываем 17 соток за 13 миллионов, несмотря на сегодняшние погодные условия. Посмотрите, у нас сегодня выпал снег с утра, в 7 утра этот Катя врывается и говорит, слышишь, и говорит мне, никто никуда не едет, работать меняется, все, потому что снега было по колено. Вот у нас в Сочи так, поэтому имейте в виду, если вы живете в горах, вы можете заснуть, так сказать, и будет солнечно, зеленая травка, проснуться по колено в снегу. Но он быстро подтаял, он быстро подтаял, поэтому едем, покажем сейчас клиентам, клиенты приехали, покажем вам 17 соток, еще раз говорю, за 13 миллионов, это лучший, по моему мнению, большой участок в Сочи, который можно размежевать и просто его перепродать. Это очень хорошая инвестиция, или же можно на нем построить себе какую-нибудь виллу, либо, в принципе, построить минимум 3 дома и тоже, как бы, хорошо на этом очень заработать. То есть инвестиционно привлекательно для застройщиков. В этой части Каштана, это старая часть Каштана, у нас газ, идеально вот такие вот подъездные пути, как вы видите, тупиковое место, есть в хорошую погоду этот ролик на канале, стоил этот участок 17 миллионов, но сегодня она готова отдать за 13. Все, идем туда, вон, Ванечка, какой красивый, посмотрите, вот такой вот красивый, всем девочкам, а нет, девочкам нет, у него есть девочка. Все, извините, девочки в пролете. Да, то есть у нас история такая, мы либо межуем его как минимум на 3 участка, что хорошо сейчас подходит под продажу, то есть, ну, посчитаем 17 соток на 3, да, получается, фактически почти по 6 соток. Мы его межуем и, соответственно, просто распродаем. Она думает, либо распродать его, либо, соответственно, построить, в зависимости, найдет ли она инвестор. То есть, общий въезд, здесь, получается, у нас, как бы, ну, стоит какой-то забор, не забор, все, отсюда, соответственно, приехали. Сейчас единственное, что вы держите друг друга за руки, потому что здесь можно, вот, здесь вроде ничего, а бывает скользко, понимаете? Могу и я тоже упасть. Вот, вам надо придерживаться хотя бы. Давайте вот. Может быть, что? Не, ну, все равно. Рина, да, я знаю, вполне. Вот здесь, сейчас мы зайдем, там уже не будет, но здесь она есть. Вот, еще вчера, вот. Соседа. так но вы этот участок уже прекрасно видели прекрасно знаете как я вам теперь его первый раз показываю так сказать когда здесь снег вы впервые видите его когда здесь снег поэтому но посмотрите как это все выглядит снег туда многие спрашивают как он себя ведет он многолетний да ничего этот ничего страшно ну ладно видите я же говорю не все хотят таскать это сниматься в нашем кино ну ладно если что ноги ноги только ноги есть только отсюда у нас да только отсюда можем попробовать границы показать если вы спуститесь чтобы понимать насколько здесь серьезный масштаб там да ну вот я вам так скажу вот примерно вот на дерево смотрите на самое большое первое вот это и есть границы этой стороны да а то сейчас тоже увидите то есть ну он очень масштабный необычно да там есть насколышек если вы конечно бы спустились засыпало к сожалению я хотел разглядеть показать но сожалению засыпал в общем ребят я еще раз обращаюсь ко всем если вам инвестировать в землю хороший земельный участок то имейте ввиду что семьсот шестьдесят пять тысяч рублей за сотку такого участка здесь в каштанах нет да и нигде призме а второй колышек видно да он слева вдоль забора в красная такая повязочка на нем он в конце чтобы понимали за этим забором вот это все размежеванные участки выкуплены и вот последний который мы продали вот там который я тоже рекламировал он был он был самым дешевым был он был восемьсот восемьдесят тысяч за сотку семь соток стоило 6 200 вот его купили его купили ну и теперь инвестиционно привлекательный самый участок это вот этот если его размежевать конечно то есть семьсот шестьдесят пять тысяч за сотку получается а тот который следующий посмотрим он рядышком просто вы должны этот дом хай-тековский обратить внимание мы сейчас как бы туда тоже подъедем затянуло не увидите опять же панораму сейчас но со второго с третьего этажа здесь больше кордосный вид просто ноги ваши поснимаю ладно ванины ноги необычно нет это это не круто вот круто это когда вот так вот 90 градусов строят там на раз-два это нормально концепция но от думали следующим образом что заезд до 3 дома и в конце возможно возможно если либо террасировать землю то есть допустим здесь постройки там дальше уже у людей идет как бы нижний уровень и там уже бассейн барбекю тогда но все равно в конце конечно просится может быть небольшая но какая-то в конце спросит а подпорность допустим и уже который все равно будет все это держать и которая уже потом выход как бы там в лес и пожалуйста они пошли там гулять возможно общая детская площадка но это чисто для застройщиков она просто строить небольшие дома шале а так если мы говорим размежевать и продать вас это вообще не должно никак касаться просто слова совсем единство что я бы как бы наверное бы сделал бы чтобы вот было просто увеличил бы цену это включил бы расходник это сделал бы въезд показал бы людям что вот есть заезд пашечка скажет так а как я буду подъезд а как я буду подъезжать я хочу вот этот да а как я бы вот этот момент все колышки вбить и все и можно продавать но мы же и будем продавать надеюсь поэтому конечно а уточнить границы не но это разная история разная история до уточить границы не проблема там это все до 10000 рублей а вот а ну размежевать мы не размежем естественно но как бы наши ребята размежевывают ванечка ну сколько после раз ну короче вопрос решаемый ну может быть до полтинника не знаю на спросите что сейчас все подорожало но тем не менее надо выяснить да да поэтому ну за за что понимать затраты расходы и как бы это да так но один участок посмотрели едем 2 смотреть тоже значит пять соток за 6 миллионов тоже есть на канале тоже идеальный асфальтирный подъезд поэтому сейчас еще его покупку покажем хотят еще его посмотреть здесь запаркуемся аккуратненько так здесь уже плюс ну как бы они конечно как бы я не знаю насчет участвовали он там финансово нет они заливали вот эту часть и так получилось что наш в принципе подъезд туда аккуратно здесь скользко может быть наш подъезд туда как бы попал поэтому у нас уже здесь с вами есть в принципе заезд подчеркиваю еще раз что до конца моего леса и около леса тоже значит уже выкуплены там тоже 12 суток вот эти все участки раскуплены и вот здесь чтобы понимали будет дорога вот здесь асфальтирное продолжение бетонной дороги потому что мужчина который финансово можете это позволить он купил участок около самого леса себе 12 суток вот и он там будет строиться по моему я не ошибаюсь но в этом году все начну на смотрите вот этот который вот значит за забором последний только что мы продали и вот соответственно наш участок вот он то есть вот можете считать что граница начинается отсюда можете считать что граница начинается вот отсюда от этого столба он сейчас смотрите он сейчас не прямой формы объясню то есть ванечка ты там это долго я хочу чтобы ты по форме нам сейчас по разъяснил то есть он сейчас как бы такой не квадратной формы скажем там у нас есть сейчас мы вам на кадастре покажем так будет понятней и нужно будет при оформлении сделать просто перераспределение чтобы он был более успешной форме вами покажи пожалуйста какой сейчас формы давай вот вот такой вот у нас сейчас форма он видите что получается мы стоим с вами вот смотрите вот это въезда он вот здесь вот дорога вот дорога длинненький мы это длинненький надо его как бы перераспределением присоединить сюда наоборот понимаете да то есть но зачем такой участок ну если конечно вам нужен такой я бы как бы его немножечко и как бы в этот более приятным сейчас ванечка разъясняет не нет но смотрите это дело то что как бы принадлежит он принадлежит одному человеку то есть то есть соседний тоже нет нет вот берется два собственника вот этого участка и вот этого участка они оба согласны сделать перед деление и соответственно делается из вот такой вот формы вот в такую форму где будет пять соток земли те же пять соток просто перераспределение понимаете да конечно здесь уже была такая продажа уже было удали задать потом провели перераспределение потом основной договор при продаже выход на сделку соответственно будет не вот такой участок а нормальный границы по этому забору нет границы вот да то есть я же говорю я все кричал и рассказывал про вот этот участок земли проводите 700 так рассказывал рассказывал вот их продали сейчас если мы говорим про единичную участок такой не про не беремся на соток распада это самый инвестиционно привлекательный этот уже все купили люди будут строится дальше там будет строится у какого 6 миллионов пять соток пять соток сейчас поедем посмотрим участок 6 соток за 6 миллионов но мне это больше нравится хозяин барин посмотрите мне это больше нравится почему объясню потому что вот эти дома все-таки ну вы понятие вы не знаете где кто что построит а здесь уже все построено и вы видите прекрасно что суши за у меня хозяин вот такой с хай-теком там сзади хороший хозяин сбоку хороший хозяин тут вот такой дома то есть вы видите что вокруг вы понимаете уже инвестиционно у вас дорога здесь вот такая ну то есть вы уже понимаете что это за участок так ребят напоминаю еще раз вам не буду заходить на участок сегодня он есть на канале буквально днях снимал пять соток шесть миллионов имейте ввиду как бы на днях в любом случае его кто-то купит поэтому этот приезжайте если есть возможность приезжайте смотрите и покупайте не пожалеете едем на крайний участок люди все-таки вот покупают для себя в первую очередь хотят построиться и жить поэтому я рекомендовал конечно взять и пять соток вот эти за 6 миллионов которые в окружении вот этих хороших домов мы едем еще один участок посмотреть 6 и 4 сотки там за тоже 6 миллионов то есть как бы получается что как бы он дешевле но я рекомендовал бы взять тот взять тот и сейчас я объясню на месте почему почему ну принципе тоже подъездной очень подачи находится получается скажем так от центра назовем это центр хвоста до наконечной наконечной но в принципе сейчас на месте объясню более детально почему я так считаю но он продажный продажный в любом случае так но мы наконечные получается наконечные 129 автобуса как раз вот это место вы прекрасно тоже все знаете я сейчас вам покажу этот крайний участок крайний участок все просили таскать клиенты не снимать их поэтому не будем лица голоса так сказать все замажем все уберем поэтому только ноги да 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 у вани все подключено значит почему вы ну я думаю что во первых вы сразу же я думаю что вы уже ощутили как взрослые умные люди что то ваш участок где вы в перспективе должны жить где границы где границы сие мероприятия дерево видим а вот еще колышек и вон колышек до туда ну значит смотрите справа ручей раз слева ручей два в принципе это не критично но но теперь посмотрите вокруг себя и что вы видите что мы видим мы видим старострой я это называю старострой да то есть но я бы не хотел на самом деле когда-то это все конечно разрушится продаться здесь у нас шесть и три сотки земли или шесть и четыре сотки земли то есть экономически это предложение более выгодное но с точки зрения если мы для проживания не для каких-то долгосрочных инвестиций конечно конечно лучше того участка у нас в каштанах нет что это как бы никуда не годится по-русски говоря это неплохая история но здесь таких видовых характеристик как там вы помине не найдете даже с третьего этажа даже с третьего этажа заезд нормальный здесь бетончик здесь есть электрический участок 15 заведено еще чуть поставили ну и что 550 рублей платить заявление пишите вон тоже там делать то же самое то есть разница здесь ну в принципе все понятно это ты часто купит тот кто не купит тот реально это следующий на самом деле потом будем рекламировать вот этот и рассказывать что он что он не бомбаришь он самый лучший под по деньгам да поэтому ну пока вот такая история не а если бы конечно летом приехали летом было бы все по-другому ну конечно сказали бы здесь ручеек здесь ручеек и действительно было бы все красиво но сейчас зимой как раз та картина которая для покупки да да потому что видно что видно постройки а постройки говорят о том что ну что все посмотрели пойдемте все ребят 6 из 4 сотки 6 миллионов рублей you're welcome к лету продадим по любому мы решили еще раз посмотреть ванин дом ванин дом вот которым возможно мы сегодня авансируем там с людьми с другими купим смотрите какая здесь история у нас здесь получается два участка есть правой стороны у ваниного отца он хочет здесь теоретически когда поймет что будет дальше с экономикой построить плюс-минус такие же дома то есть история будет такая что три дома 1 2 и 3 в одном примерно плюс-минус стиле у них здесь общая зона барбекю детские качельки вот этот вот участок вот непосредственно сейчас покажу непосредственно вот этот вот участок именно здесь у вас заезд здесь общая дорога да мы отсюда вот получается приехали дорога здесь въезд на один участок здесь другой и вот это общая общая концепция все и мы попадаем сюда здесь у нас три сколько вань 367 ну короче три с половиной сотки мы попадаем сюда 130 квадратных метров бетонный дом капитальный бетонный дом он если на канале несколько раз его да пойдемте нет почему вы выходите на дорогу на общую дорогу а это просто участок этот участок здесь будет общая концепция муниципальная земля общая концепция такая как бы а ну потому что дальше уже никаких дорог нету поэтому здесь как бы сделаете себе да вот тут как бы вы видовых не увидите никаких ну здесь знаете другая история типа тишина спокойствие в плане это вот никаких ручьев ничего газ вам Игорь Ванин отец дает без проблем то есть можно к нему труба позволяет вот вам бассейн на чаши который на сегодняшний день залить стоит энное количество ну больше миллиона это сто процентов здесь уже у нас штукатурка шпаклевка для теплого пола все закуплено осталось теплый пол проложить и сделать стяжку вот в таком состоянии полностью под ключ он отдает его за 17 миллионов в черновом варианте он отдает его за 15 миллионов но как бы вот если до воскресенья сделка будет отдаст мне сказал за 13 вот в таком состоянии а так у него все закуплено для ремонта и он готов как бы сделать ремонт без проблем вверху спальня если хотите можете подняться вверху спальня и санузел то есть в принципе спальня и санузел что что я не могу сказать это надо баня отца потому что профессиональный строитель как правильно я перлит это утеплитель и шумоизоляционный материал утеплитель и шумоизоляционный материал шумоизоляционный материал все что здесь комната нормальная с окном второй свет специально сделано для того чтобы захотели в принципе сколько здесь еще было бы ну шаг бы выше шагнули в принципе может и нет в этом смысле никакого то есть три спальни полноценные есть три спальни полноценные есть ванная и здесь две спальные ребят тоже все удорожает поэтому думаю что продадим уже его за 15 миллионов кому-то если сегодня не получится сделать сделку по нему то уже продадим дороже хорошая терраса здесь хорошая терраса окна такие панорамные достаточно хорошие окна высокие потолки ну прикольно в этом плане кстати что здесь уже есть утепление здесь уже есть утепление и все и в окрушении нацпарк уже готова чаши для бассейна это тоже плюс